Страх, страх лекарств, понимаете, это больше в сторону депрессии, поэтому я бы хотел бы, чтобы у вас, конечно, не самотоформная, а депрессия, чтобы вам помог эсеталопрам, тогда вы выздоровели бы и все, вот и все, ну, а уже ваши эти проблемы с детства, это вы сами будете их решать, или психотерапевт. Спасибо, вы сегодня растопали глубоко, мне немножко даже потряхивало поначалу, вытащили все, что можно, спасибо вам. Ну, понимаете, ну, а иначе нельзя, понимаете, за 5 минут или за 15 ты не разберешься в человеке, значит, записывайте схему подбора эстетелопрама, 2,5 миллиграмма, 2,5 миллиграмма, 7 дней, 5 миллиграмм половинку таблетки, 2,5 это четвертинка, 2 недели, и 10 миллиграмм целая таблетка, 4-6 недель, это первое, все, больше 10 я вам назначать не буду, потому что, если это депрессия, и на десятки вы выскочите. Следующий вопрос, первые несколько недель на фоне лечения эстетелопрама у вас может немножко тревога усилиться, поэтому надо прикрываться чем? Габапентин есть у вас? Да. Вот будете, сколько там, 150 миллиграмм или сколько? У меня габапентин по 300, и при габалин, по-моему, пластинка осталась, я его ни разу не пробовала. Даже при габалин есть? Да. Но я его не пила. Подождите, ну, как прикрытие, там 75 миллиграмм, да, при габалин? Да, по 75. Значит, если какая-то тревога, там, первые 2 недели, первые 3 недели, вот, если будет как-то плохо, один раз можете принять, чтобы подавить эту тревогу. Подождите, я могу, вот, пока я не выписала, пока не сходила, габапентин мне можно на ночь принимать, чтобы поспать хотя бы? Я же не сплю практически. Ну, пожалуйста, да, принимайте одну таблетку, да, но не больше. Я, знаете, побоялась, что там привыкаемость сильная. Нет, нет, если это будет 2-3 недели, вы не привыкнете. Почему? Потому что через 2-3-4 недели начнет работать эсцеталопрам, и тогда и сон наладится, понимаете? Вот в чем вся проблема. Значит, пожалуй, давайте так. Значит, вы по схеме эсцеталопрам на ночь принимаете 300 миллиграмм габапентина. Все, все, или 75 прегабалина. Там у вас есть, вам уже не надо этого и получать. Амитриптилин, сейчас миллиграмм убираем? Не понял. Не понял. Амитриптилин, амитриптилин. Вы знаете, амитриптилин, вам сложно, у вас будет синдром отмены. У меня мигрени вернутся, я боюсь его бросать. Вы знаете, я думаю, вот что, может быть, вам и габапентин, и это не надо пить, а для сна 12 с половиной. Кстати, 6 и 25 дает сон или нет? Вот 6, ну я просыпаюсь раз 5 за ночь, он уже перестал работать на 6. Значит, давайте переходите на 12 с половиной. 12 с половиной. Все, это для сна, это для сна, утром эцеталопрам. А в случае, если днем что-то появится, ну, за трясе от паника, примите либо габапентин 300, либо 75 прегабалина, как скорая помощь. И теперь слушайте меня, через 6 недель лечения позвоните мне, и мы с вами проведем коротенькую еще беседу. Я же должен окончательно убедиться, что это, самотоформное или это, и изменить. Договорились? Вот в том же режиме. Я вам напишу, можно вам, когда начну препарат принимать? Конечно, конечно, пишите в этом вот, в скайпе, в скайпе пишите. Ну, а где-то через 6, когда вы подберете 10 миллиграмм и пролечитесь, мне нужно будет коротко с вами побеседовать, чтобы установить диагноз. Чтобы все-таки сказать, если вы выздоровеете, депрессия, слава богу, я вам дам только совет, как дальше вам делать, если самотоформное, ну, там надо кое-что менять будет. Это похуже. Почему? Потому что, если учитывать все-таки детство, вот это, если бы детство было бы счастливое, папа алкоголик, мама такая, вот это 100% у меня бы никаких бы... Да, а знаете, такое чувство, что я силу характера в себе держу, боюсь расслабиться, что вот как будто я с детства напряжена и все само... Конечно, так оно и было. И любое, что происходит в жизни, нехорошее по отношению к вам от любого человека, оно, естественно, воспринимается вами как брат, как сестра, как мама там, или вот даже этот вот... Он может быть и неплохой, и может быть вам бы с ним было, но вот он, он не подходит, потому что он напоминает вам детство ваше, вот в чем дело. Да, он меня держал в постоянном неврозе, я постоянно, кстати, общаясь с ним, очень плохо себя чувствовала, вечно как высосанная энергия. Конечно, конечно, конечно. А я вам скажу, потому что у себя в семье, там, с мамой, там, когда папа еще там пил, значит, когда брат, когда сестра, мы тоже самое чувствовали, все требовали этого, ты должна, ты должна, это вообще вас там изводила сестра. Ну, вы простите ее, вы поймите, она, 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 она ревновала, она сама страдала от того, что мама... Она, кстати, вы знаете, у копия моей мамы, они два сапога пара, она так похожа на нее и характером, и как мать в молодости себя вела, деспотичная, мужа под каблуком держит, жесткая такая. Тогда, тогда не надо ее прощать, это а-ля мамы. А вам, а вам, а вам, а вам не повезло, значит, она, она скорее кончит деменцией тоже, если она от мамы, что вы улыбаетесь. А вам не повезло, папа мягкий, и вы такая вот, и такая вот, но у папы, видите, что у папы... Как вы говорите, это бордерляйн, да, я думала, может, я пограничник. Не-не-не, у вас нет бордерляйна, бордерляйна у вас нет, у вас... Я очень творческая, я очень музыкальная, я рисую, я сочиняю. Не-не-не, это все есть. Я сочиняю селым куклом. Там, там обязательно скандалы, там вот такое вот настроение, то вверх, то вниз, там порезы, там, понимаете, вот, агрессивность, там алкоголь, там нарушение приема пить, там несколько иначе, вы мне не напоминаете. Нет, я наоборот, я себя плохо чувствую, а любовь к ребенку как будто увеличивается, я еще добрее как будто, я принимаю эту боль, и мне внутри тяжело с этим. Понимаете, к сожалению, к сожалению, больше вот, если не поможет антидепрессант, самотоформная. С ним вы проживете сто лет, но то одно будет болеть, то второе. Он эмигрирует везде, то там, то здесь, то три недели бедро, то кисти рук, то лицо, то челюсть болит. Да, но, 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 это и при депрессии может быть такое. Поэтому я все-таки, у меня больше предположение, что депрессия, и я надеюсь, а вы должны молиться Господу Богу, чтобы эсеталопрам вам помог. Тогда все, тогда вы будете... Тогда вы счастливо проживете, принимать будете препараты, будете жить и радоваться, и будете работать, и, может быть, и найдете кого-то еще. Это такое дело туда попозже, когда дочка уже вырастет. Ну, и все, вы же симпатичная женщина. Дедушку найду потом себе, когда лет 50, не 50 на этом году, я уже думаю, дедушку потом найду, да и все. Нет, нет, нет. Какой он вам чертов... Дедушка, дедушке будет хорошо, вы будете ухаживать за ним, понимаете, вот. А вам будет ли, дедушка? Вам же еще надо, еще и другое, секс вам надо или нет? Ну, вы знаете, да, я считаю, что это неотъемлемая часть, но либидо понизилось. Ну, я понизил, но либидо, если есть депрессия, она понизится. А у меня нет никого, в принципе, я и не ищу, нет необходимости. Да. Ну, вы не ищете, если уже иметь мужчину... У меня хорошая самооценка, я ухаживаю за собой, я стараюсь выглядеть всегда достойно. Не, ну, вы нормально выглядите, вы нормально. В общем, короче говоря, значит, держите меня, вот эсетолопрам, это пробное лечение. Оно поможет, депрессия, все, соматика, все исчезнет, боли исчезнут, тахикардия, не надо будет вам пить этот, значит, анапрелин, все это, все это, все это не надо будет. Пусть сон улучшится. То есть, короче говоря, вы станете совершенно другим человеком. Как минимум вы вернетесь в доковидный период. Как минимум, как максимум еще лучше. Если эсетолопрам на копейку всего лишь поможет, на копейку, к сожалению, тогда придется разбирать и уточнять вот это самотоформное расстройство. Но я предполагаю, вот мне кажется, внутреннее ощущение подсказывает, что все это все-таки депрессия. Хорошо, значит, потом там пишите, если что, и встретимся там через шесть, поговорим, решим. Все. Спасибо огромное. Пожалуйста. Значит, я вам потом сброшу эту вот, скажем так, ваш плейлист с нашей беседой, это завтра уже будет. И все, вы могли прослушать, почитать, там вдуматься, не читать, а прослушать, да? Все. Спасибо вам. Счастливого. Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания. Счастливого. До свидания. Мася, вот так кончилась консультация. Не такая интересная, но все-таки интересная. Это ты первая пьешь? Да. Муся, а как ты, маленькая? Тебе лучше? Нет. О, Муся, горячая, ты представляешь? Там мороз, наверное. Она интересная. Надо посмотреть, сколько сейчас градусов. О, я же не выключу. ПО, я же не выключу. Пока. Счастливого. До свидания. Продолжение следует...